Улица Мира в Шахтерске давно ждала больших перемен. Вместо ровного асфальта здесь были выбоины, трещины и ямы. Дорожники сняли поврежденное покрытие и закатывают изъяны в асфальт. Это хорошая новость как для пешеходов, так и для водителей. Сын приезжает с Южно-Схалинска и всегда жалуется, что у нас плохие дороги. Еще бы не из города, там бы хотелось, чтобы сфотировали, особенно до кладбища. Там ужасная дорога просто. И говорит, не хочется к вам ехать из-за того, что у вас плохие дороги. Но когда он приедет, увидит нас в новой дороге, будет очень даже рад. Укладывают больше 500 метров дорожного полотна без демонтажа старого. Асфальт положит два слоя. После проделанной работы дорожники сделают разметку и благоустроят территорию. На данном этапе рабочие приезжают график на месяц. Лучше становится, намного симпатичнее. В какой веке, я уже помню, я в детстве, вот бывший клуб, который строился, 11 лет. И практически, по-моему, столько же лет, если не больше, площадь около него асфальтировалась. Вот они ее годами сыпали туда, щебень, сейчас заасфортируют, сейчас надолго хватит. О необходимости решить проблему дорог жители говорили на встрече с губернатором. В рамках субсидий из областного бюджета выделили около 100 миллионов рублей. На эти средства отремонтируют порядка полутора километров в Углегорском районе. По Углегорску у нас два объекта. Это капитальный ремонт улицы Инженерная. Эта улица у нас обустраивается к многоквартирным домам, вновь возводящимся. Там протяженность 150 метров. Полностью, значит, ремонтируем улицу, обустраиваем полотно, тротуар, освещение делаем полностью. И Красноармейская у нас протяженностью 0,6 километров. В Углегорске почти завершили еще один долгожданный объект – участок от улицы Красноармейской до Углегорской больницы. Здесь полностью заменили старую дорожную одежду на новую. Работы начали в июле. А теперь осталось покрасить пешеходные зоны и обустроить обочины. Дарья Кораблева, Александр Гагаркин, Телькомпания ОТВ.